Здравствуйте! Это подкаст, который называется «Баунов Каст». Я его ведущий, Александр Баунов. Мы будем изучать Россию и Евразию в её одном из самых известных в мире измерений, а именно в измерении великой русской литературы, только не прошлого, а настоящего. Мы будем обсуждать её с филологом, литературным критиком Галиной Юзефович и тоже весьма профессиональным читателем. А теперь и издателем. А теперь и издателем, правильно, я вот, собственно, пытался это сформулировать, Александром Гавриловым. Будем обсуждать это очень приятно. Будем обсуждать это очень странным образом, потому что среди присутствующих, видимо, двое читают современную русскую литературу, и один, это я, её не читает. И как я буду её обсуждать? Но немножко пишет. Да, и вопросы будут, даже не вопросы, это не интервью, разговор я буду вести как дилетант с профессионалами. И мы видим, что не нужно быть профессионалом, чтобы увидеть смену сетки координат. В русскую литературу вернулись, вернулись, как говорят сейчас, за границей рестрикции. То есть некоторые ограничения, отчасти навязанные снаружи, формально, отчасти понимаемые неформально, и отчасти улавливаемые или даже производимые самими писателями. Мы, честно говоря, привыкли, собственно, так проходила вся наша жизнь, честно говоря. Этот разворот, вообще говоря, произошёл впервые на наших глазах, потому что с того момента, как мы научились читать, литературе становилось всё свободнее. Впервые на наших глазах ей становится несвободнее и несвободнее существенно. Писателям страшно. Пока ещё не очень страшно читателям, но может и до этого дойти. Что может случиться с великой русской литературой в этой ситуации? Конечно, простите, что это длинное вступительное слово, но я же говорю, что это не интервью, это вот разговор. А, конечно, мы помним все эти такие сетывания, что вот была цензура советская или царская, и была великая культура, музыка, великое советское кино и прочее. А в 90-е ваши свободные ничего не было, и ранние 2000-е ваши свободные тоже ничего, кроме Пелевина, вы не произвели. А вот сейчас вернутся ограничения, вернутся страхи, вернётся какая-то жёсткая система, жёсткий каркас коридоров, в которых можно двигаться, и вот это простимулирует писателя на создание чего-то поистине великого. Ну что, стимулирует или нет? Ну, можно я скажу, что пока что у нас главный субъект, испытывающий страх, это всё-таки не писатель, а издатель. Потому что писателю, чтобы добиться каких-то рестрикций в отношении себя, нужно не написать какое-то что-то очень провокативное с точки зрения власти. Ему нужно что-нибудь очень провокативное с точки зрения власти написать в социальных сетях. А в книге он может написать примерно всё, что угодно, и для того, чтобы до него добрались, всерьёз добрались, нужно прям сильно постараться. А не то у издателя. Издатели отвечают непосредственно рублём за то, что творит писатель. То есть у писателя там творчество, а у издателя штрафы. И штрафы эти становятся прямо очень существенными. Даже для очень большого издательства, для Exmo Estate, это уже прям очень дорого. Платить за радости самовыражения писателя Владимира Сорокина, например. А писателю Сорокину пока что тьфу-тьфу-тьфу, дай бог ему доброго здоровья и творческих успехов, пока всё нормально. Поэтому у нас возникает парадоксальная ситуация, когда писатели чувствуют себя относительно уверенно, потому что пока что их защищают, буквально крышуют издатели. Но, очевидно, эта ситуация не может продолжаться долго, потому что издатели будут перераспределять давление вниз. Сейчас давят на издателей, издатели сопротивляются, и, опять же, дай им бог здоровья и успехов в этом деле. Но, очевидно, они будут перераспределять давление вниз, и у них возникают совершенно новые способы оценивания потенциально привлекательных книг. Вот, скажем, в этом смысле очень репрезентативен кейс книги Алексея Поляринова «Кадава». Классическое Алексея Поляринова издавало издательство «Альпина». Издательство «Альпина» посмотрело на новый роман Алексея Поляринова, который и в соцсетях себе ни в чем не отказывает, и в роман некоторое количество острых намеков воткнул. И издательство «Альпина» подумало, что вообще-то им этот роман нравится не настолько, чтобы ради него сильно рисковать. А издательство «Эксмо» все взвесило и решило, что да ничего, нормально, рискнем. Потому что издательство «Эксмо-СТ» может себе позволить этот риск, в случае чего они от такого штрафа не умрут. А вот не то происходит с небольшим издательством «Альпина». Поэтому вот сейчас русская литература окажется в сложной ситуации, когда на нее начнет давить не государственная цензура, а непосредственно издатели, которые будут бояться того, что одно неосторожное движение, и на тебя накладывают штраф, который ты можешь выплатить максимум один раз, и то с большим трудом. И, конечно, это не будет способствовать расцвету русской литературы, потому что представление о том, что ограничения способствуют расцвету, они восходят каким-то, мне кажется, компрочекосам 17 века, которые верили, что если ребеночку рот порезать, то будущность его будет убеспечена, потому что народ будет платить деньги за то, чтобы на него посмотреть. А в современном мире такого рода практики работать не будут. То есть сейчас все неплохо, но я бы сказала, что будущее мне видится в тонах не то чтобы грозовых, но тучи сгущаются. Я вот как человек, который немножко шьет, то есть написал немножко книгу, как раз, правда, не художественную, как раз помню этот рубеж между цензурой, которая сейчас у нас, и цензурой, которая была вот при сырколетнем правлении Каудилья, вождя Франка, в 66-м году была смена парадигмы, но там-то двигалось, конечно, как, собственно, то, к чему и мы привыкли, от большей несвободы к большей свободе. Но вот в 66-м году наступил ровно тот момент, который мы переживаем сейчас. То есть до этого была просто предварительная цензура, нужно было занести книгу цензуру, вот как в Советском Союзе. Он ее прочитывал, что-то из нее вычеркивал, или вообще говорил, что это ни в коем случае не может быть опубликовано. А после этого наступила вот эта самая ответственность рублем, вернее, беседой. То есть писатель приносил издателю книгу, издатель ее брал и решал, публикует он ее или нет. А после этого ее прочитывали в Министерстве культуры или просто неравнодушные читатели говорили, смотрите, крамола. И тогда издатель мог быть штрафован, даже посажен в некоторых случаях, издательство может быть закрыто, или тираж мог быть изъят и уничтожен. Вот мы на этом этапе. Но поскольку мы двигаемся в противоположном направлении, я вполне себе представляю возвращение и предварительной цензуры тоже. Ну а почему нет? Так будет всем легче. Я именно так это и представляю себе, что возвращение предварительной цензуры будет именно шагом навстречу по отношению к издателям, чтобы они, бедолаги, не теряли денег свои. Точно так же, как мы видим. Брывом трудящих. Конечно, механизмы цензуры более не тоталитарные, а скорее причудливо либертарианскими, дайте я такое, лифт сформулируем. Потому что, значит, ну книги, конечно, все можно издавать, но потом каждый за это ответственный своей трудовой копейке. Точно так же и, так сказать, компенсация этого тоже. Зачем же вам рисковать своей трудовой копеечкой, если вы сначала к нам принесите книжку, мы ее прочитаем и скажем о стропу, или мы вас завтра. Завтрашний строп уже сегодня. Защитите себя. Я уверен, что именно так это уже сейчас и развивается. Насколько я могу следить за этим, по всяким неформальным беседам, институт кураторов. Людей, которые приходят поразговаривать или любят, когда им позвонят. Он теперь мельтится и спускается, как и многие инструменты, так и подавления, рассчитанные на штучное употребление, а дальше их уходит в массовый террас. И здесь, мне кажется, будет происходить именно это. Количество людей, которые знают, за что оштрафуют, или даже государством обеспечены знать, предназначены знать, за что завтра оштрафуют их, будет количество расти, и они, значит, будут... Опять же, смотрите, что меня немножко пугает, что мы сейчас говорим как о будущем, о том, что уже сейчас происходит. Для меня был неочевидный факт, что позванивание, некоторая коммуникация предварительная, как, собственно, до этого было в политическом процессе, когда люди прежде чем выдвигать кандидатов или там заявляться на выборы, созванивались с политблоком администрации, ну или на местном уровне, соответственно, и спрашивали, а вот вы не против, если мы, Федора Касатоновича, выдвинем куда-нибудь, и все, как вы на это смотрите? И говорили, да, смотрим положительно. Нет, давайте вот поменяем. В данном случае мое мнение абсолютно полярно по отношению, потому что, сказал Саша, я на сто процентов уверена, что никакой систематизированной, прозрачной, понятной системы предварительной цензуры в России, конечно же, не будет. По крайней мере, ее не будет в книгах. Она уже есть в кино, и в кино она, безусловно, будет усиливаться и формализоваться, а в книгах ее не будет по очень простой причине. А наше государство, слава тебе Господи, в книге не очень верит и, по большому счету, правильно делает. Мы сегодня восхищаемся тиражом романа Яны Вагнер «Тоннель», которого за два месяца продали аж 15 тысяч экземпляров. Это беспрецедентный успех. Или роман Светланы Тюльбашевой «Лес», который показывает такие же показатели, но за три месяца. Как вы думаете, захочет ли кто-нибудь в администрации президента заводить специальный штат цензоров для того, чтобы бороться с таким ничтожным охватом? Поэтому, конечно, ни о какой предварительной цензуре мечтать нам даже не приходится или бояться ее, тут уж как посмотреть. Я совершенно уверена, что нынешние практики будут сохраняться и усиливаться, потому что задача же состоит не в том, чтобы потратить много денег отстроить систему, которая будет бороться, повторюсь, вот с этими ничтожными охватами. Гораздо эффективнее время от времени таким коршуном падать в непредсказуемое место, выхватывать овцу из стада, уносить и показательно терзать ее по дороге. То есть ни у кого нет задачи уничтожить все стадо. Важно, чтобы пастух этого стада испытывал достаточный уровень тревожности. То есть это абсолютно метод точечных репрессий, который, конечно же, не перейдет, на мой взгляд, в репрессии массовые, потому что кому оно надо? Ради 15 тысяч экземпляров, ради великого бестселлера Виктора Пелевина, который продается аж 75 тысяч экземпляров за год, понятно, что прилагать серьезные усилия точно никто не будет. Это не кино, которое требует огромных бюджетов, а бюджеты эти полностью сейчас контролируются государством, ну, или почти полностью контролируются государством, и которые действительно имеют огромный охват. Вот тут, конечно, важно, важна цензура, и, кроме того, довольно незначительный ассортимент все-таки. Если кино и телепродукция измеряется в сотнях штук, то количество книжек измеряется в сотнях тысяч штук. Поэтому я бы предположила, что вот эта франкистская, как ты, Саша, ее описал, методология, когда у нас ни к чего на входе вроде бы не запрещено, а на выходе почему-то овцы тают. Она будет сохраняться, и я совершенно не вижу оснований для ее пересмотра. То есть все идет хорошо. Возможно, коршуны будут падать на овец с большей периодичностью, с меньшей периодичностью. То есть они будут это осуществлять чаще, и, возможно, терзание этих овец будет происходить более, скажем так, зрелищно. Но о том, чтобы всех овец построить в шеренге и гнать их целенаправленно к светлому патриотическому будущему, я совершенно не вижу такой перспективы. Оно просто дорого и никому не нужно. Мне кажется, что сейчас мы еще почти не видим послевоенный. Ну, в смысле, литература написана после начала войны. Русский с этим не тороплись. По множеству разных причин. Во-первых, потому что он финансово никак не поддержан. Тут Галя совершенно права. Хотя мне кажется, что та картина, которую она рисует, немножко уж слишком упадочническая. Вот я случайно с этой стороной знаю, что, например, мистический триллер «Лисье Броды» «Амнестер Абинец», который я горячо люблю, книг какую-то, потому что она, с одной стороны, это замечательный мистический триллер, а с другой стороны, она построена на очень четкой такой этической иерархии, что, значит, мент хуже оборотня, гэбэшник хуже мента, а хуже гэбэшника уже только голодные демоны ада. Я помню разное свободолюбивое, свободолюбивый как бы и современный по форме художественный продукт. Ну, вспомним, одним из первых популярных сериалов был вот этот «Домашний арест», где, в принципе, все правильно описано, вся российская реальность подвергнута и так далее, и даже до некоторой степени преувеличенному критическому разбору местами, иногда заслуженно критическому разбору, но в конце возникает фигура хорошего спецслужбиста, который, конечно, тоже не без своих маленьких чертиков в голове, но в целом ситуация спасается благодаря им, и крюк, на котором все еще держится Россия и не падает со стенки, кстати, крюк, на котором держится Россия, а что, собственно, на крюке висит? Как мы выяснили, на нем висит ружье. Ну, ладно. В общем, как-то так. Если на крюке висит Россия, то в третьем акте она выстрелит. Все равно, что в третьем акте она выстрелит, как мы, собственно, это и видим. Значит, это замечательный нефтический триллер, продан за, не помню, кажется, первые 15 месяцев в тиражом 450 тысяч экземпляров, почти полмиллиона. Мы помним феномен «Лето в пионерском галстуке», который только что видел в итальянских витринах, тоже полмиллиона. Да, 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 да. То есть на самом деле, да, то, что мы сирые и убогие, мы люди книги, это дело как бы не то, чтобы не совсем неправда, да, но в то же время и не совсем правда. И система надзора за этим, она устроена так же. Она устроена похоже на то, как устроена система надзора за сценическими и музыкальными исполнителями. Да, потому что понятно, что существует сто пятьсот миллионов домашних панк-групп, которые, значит, при помощи коробки от чая и бомбинтонной ракетки способны исполнять шедевры Егора Летова, они пользуются необыкновенной творчественной свободой. А существует там, не знаю, какой-нибудь, прости господи, Вячеслав Бутусов, который необыкновенной свободой не пользуется уже давно. Ну, если мы посмотрим на ту структуру давления, которая существует в этой области, да, там на нее нам смотреть проще, потому что книжники мы сами, да, а, значит, они там, эти рокеры, на них мы можем смотреть отчужденно, то там мы увидим, что, конечно, с лидерами работают очень плотно и абсолютно непрозрачно. Тут я, Галя, с тобой полностью соглашусь. Никакой прозрачной структуры не будет. Но структура причесывания лидеров, она отработана много раз. Да, я думаю, что будет комбинированный вариант. И то, что Галя говорила про цензуру по поводу того, что, конечно, франкистский вариант гораздо дешевле. И, кроме того, мы не забываем про разницу, экономическую разницу двух диктатур. Советская диктатура, собственно, не была заинтересована в издательстве как налогоплательщике. Да, это было государственное ведомство, которое получало деньги и их проедало все, как, собственно, и все другие экономические субъекты, кроме тех немногих, которые занимались внешней торговой. И то через другое ведомство, да, монополия. А здесь все-таки издатель налогоплательщик. И совершенно непонятно, зачем убивать одного из налогоплательщиков, потому что, ну, ты не можешь не издавать книги сейчас. Это отрасль, которая более-менее содержит себя. Ну, да, кто-то получает гранты. Но в целом это отрасль, которая, если и не приносит много денег в казну, хотя, на самом деле, я думаю, что благодаря всей комбинации издательской деятельности, включая учебники, что-то приносит. Она, во всяком случае, самоокупаема. Она себя так или иначе содержит. А так это же все надо содержать. Это же надо будет Пушкин издавать за госсчет. То, что вы сейчас описываете, это система китайской, китайского взаимодействия издателей и государства. Вот, ну, сегодняшнее. Да, там, конечно, рассматривать китайскую издательскую отрасль россиянам очень грустно, да, потому что тут же начинают чувствовать себя ворхью осматривающие слона с дружеским визитом. Отрасль эта огромная, ну, понятно, да, со всеми поправками на демографическую картинку, на культурную картинку, на ситуацию выхода из нищеты в бедность, которая всегда способствует распространению книжного чтения. Но там ситуация устроена ровно так, вот как мы сейчас с совокупными усилиями попробовали начертать наше будущее. Издательство выпускает книгу, затем оно получает от государства, тираж полностью изымается и часто уничтожается, издательство вменяется существенный штраф поверх понесенных расходов, но в некоторых случаях у некоторых издательств получается, ну, например, расходы понести, а штраф не платить. Или наоборот, штраф выплатить, а книгу зато положить на склад и в некоторое время заново вернуться к ее обсуждению. Ну, или предварительно посоветоваться. Вот эти три вектора, они уже отработаны. Мы же, к сожалению, мы все время пытаемся описывать российскую действительность и государственность как нечто в высокой степени оригинальное. Между тем, общий аршин у России всякий раз с кем-нибудь да есть. Вот то у России был общий аршин с Византией, то потом, значит, был общий аршин с Францией, потом общий аршин с Америки. Сейчас понятно, что наш аршин обобществился с Китаем, и именно туда надо поглядывать, чтобы смотреть, что они там хотят. Да. Я вот по поводу того, что Галя сказала, все-таки у меня есть еще одно маленькое соображение. Все, конечно, было бы так. Нет инфраструктуры для цензуры, понятное дело. Есть, это уже то, что я сказал, разные экономики. Но есть, мне кажется, в воздухе некоторая реконструкторская тяга. Она есть не только у государства, она есть и у всяких независимых субъектов, в том числе и в писательском сообществе. Ну, я не знаю, группа вокруг писателя Прилепина, да, или еще какие-нибудь группы такого направления, которые исповедуют, ну, вот буквально реконструкторскую идеологию. Вот был Великий Советский Союз, у него была великая литература, ну, насколько она была великая, там, вопрос, ну, вот с их точки зрения она была. И чтобы вернуть вот великую советскую культуру, надо поставить все, как стояло, что рождает некоторый спрос, например, я не знаю, Галя меня поправит или нет, в писательской, лоялистской среде, например, на создание творческих союзов государственных под опекой государства, а может быть лучше вообще единого союза писателей, во главе которого будет главный писатель всея. В Руси будут дачи, будут квартиры, будут премии, будут полные собрания. Ну, красота же, а раз это все реконструируется, то можно эти, ну, и главлит можно тогда уже, ну, просто как часть реконструкции. А так в целом-то, конечно, все рационально. Галь, есть спрос вот на вот это? Смотрите, что это, что бы я хотела сказать? Есть некоторые влажные мечты, то есть есть некоторое количество литераторов. Кстати, Захар Прилепин в их число не входит. У него все и было нормально, и сейчас нормально, и думаю, что еще какое-то время будет нормально. Так вот, есть некоторое количество литераторов, чувствующих себя несправедливо ущемленным. У этих литераторов есть ощущение устойчивое, что ущемили их какие-то другие плохие литераторы, которые формировали какую-то неправильную повесточку. Раз повесточку отменили, и повесточка у нас теперь вообще другая, то вот эти ущемленные литераторы, они должны получить свой справедливый реванш. Реванш им ведется ровно так, как ты описал в терминах преимущественно материальных. Они считают, что государство должно их поддерживать, а их противников угнетать. Поэтому, конечно, и с одной стороны мечта о даче, а с другой стороны мечта о цензуре это их стратегия. Проблема состоит в том, что, повторюсь, за вычетом Захара Прилепина ни один из этих авторов, ну, то есть просто нет другого писателя в этой сфере, который мог бы продать хотя бы 20 тысяч экземпляров своего творчества, который мог бы набрать хотя бы, не знаю, 100 тысяч подписчиков в какой-нибудь запрещенной или не запрещенной социальной сети. И поэтому их мечты, покуда наш рынок устроен тем способом, каким он устроен, может быть несовершенным. У нас действительно на рынке есть монополия, что, в общем, никакому рынку на пользу не идет, но тем не менее, пока он таков, каков он есть, покуда он не государствлен, покуда он не деприватизирован, этим людям не светит, потому что их нельзя продать. Ну, то есть, с одной стороны, на них нету рыночного запроса. И сколько не изымай с продажи писательницу Янаги Хару и сколько не уходи с отечественного рынка Стивен Кинг, хоть три раза он уйди, а от этого писателя Даниэля Орлова больше не купит. Общество у нас по-прежнему как хотело читать Бориса Акунина, так оно и хочет читать Бориса Акунина. И самое трогательное, что, зайдя на какой-нибудь сайт Амазоны, на котором книги Бориса Акунина объявлены как приостановленные продажи, ты видишь бесконечное количество разгневанных комментариев от просто читателей, которые говорят «Я хотел», «Куда делать», «Что случилось?» Но есть некоторая общая логика культурной политики, которая крутится вот куда-то в сторону вот этих огорченных своей недостаточной востребованностью, ущемленностью писателей. И я бы предположила, что мы через некоторое время попадем в ту точку, когда у нас будет две параллельные книжные системы. Одна будет пытаться по мере сил бороться с цензурными ограничениями, как-то их оплывать и все-таки продаваться, то есть приносить деньги производителю за счет читателя, а вторая станет абсолютно грантовой и будет прекрасно себя чувствовать, проедая государственные деньги, и в некотором смысле она будет продаваться в нагрузку. Я вот когда еще преподавала в университете, я неизбенно срывала аплодисменты у своих студентов, рассказывая им какие-то удивительные истории про советскую книготорговую систему. Например, система продажи книг в нагрузку, она оказалась абсолютно прекрасной. Возможно, в какой-то момент мы придем в точку, когда хочешь купить роман Екатерины Вильмонт, купи в комплекте с ним книгу Максима Замшева, потому что одно издается на читательские опосредованные деньги, второе издается на государственные деньги, одевать это куда-то надо. Конечно, это все раздадут по библиотекам в обязательном порядке, в каждой библиотеке это будет, тем более, что с сентября они изымут книги на агентов, что-то же надо на их место поставить, вот туда поставят книги огорченных литераторов, скажем так. Но это не решит проблему глобально. То есть я вижу вот такую картину. У нас будет дотационная литература, правильная, не очень пользующаяся спросом, но представленная в общественном пространстве, и будет литература условно-коммерческая. То есть в некотором смысле воспроизведется модель с самого конца 80-х годов, когда еще работали издательства государственные, выпускали еще по инерции каких-то кубинских писателей, а при этом параллельно работали кооперативные издательства. И одни жили на государственные деньги, а вторые зарабатывали деньги сами, и в то время это были очень приличные деньги. Сейчас деньги будут неприличные, я боюсь, но тем не менее система воспроизведется. Но если в 80-е годы она ехала в сторону увеличения доли коммерческих книгоиздательств, то теперь я думаю, что мы будем ехать в сторону увеличения доли государственного книгоиздания опосредованного государственного. Деньги-то будут раздавать все тем же издателям, не свои же заводить. Но я не думаю, что этот поезд будет ехать быстро в силу тех причин, о которых я уже сказала. А союз-то писателей будет? Я готов вас обоих поддержать в этой дискуссии, потому что с одной стороны Галя правильно все описывает, действительно существует с одной стороны вот эта реконструкторская воля, проживающая возвращение непримитивных форм советской деятельности, с другой стороны существует все еще пока что свободное предпринимательство в области книготорговли и книгоистане, и они борются на наших глазах. Но беда некоторая, не наша беда, Флавки, даже не русской культуры, а беда реконструкторов как таковых состоит в том, что этот самый ранний русский капитализм 1991-2020 он оказался плохим опрессором, потому что никакой страдающей русской литературы под этим спудом не обнаружилось. И те попытки создать множество союзов уже в прошлом, объединить их в единый союз, уже в прошлом, мы даже узнали в процессе объединения всех в единый союз, кто главный русский писатель, а так вовсе не Захар Прилепин, а его подельник Сергей Саргунов совершенно наоборот. Тут нужно сказать, что общественная и культурная позиция Сергея, мне кажется, гораздо более приемлемой и приличной, чем позиция военного преступника, так же как писатель Захар Прилепин. Жестко. Но, к сожалению, более того, с началом войны были же организованы вот эти фоэтические агитбригады, которые там под личным покровительством Маргариты Симоньян шествовали туда и сюда по просторам нашей необъятной родины. И все это оказалось чудовищно неэффективно. Собственно говоря, та модель, которую они сейчас пытаются реконструировать, она как раз связана с 90-ми, потому что все помнят ситуацию, когда новое литературное поэтическое поколение было практически выкашено в возвращенной литературе. Но мы видим, что максимальные доступные раскруточные механизмы, а именно агентства «Раштудэй» и «Россия сегодня», не смогли справиться пока что с задачей создания отечественных фоллов. С другой стороны, я абсолютно уверен, что попытки эти будут продолжаться, потому что тоска по государственному пайку у писателей разных поколений, разных взглядов, разных групп огромна, я вот много думаю в последнее время о том, что 90-е оказались временем огромного молчания, то и то массовое обмещание, и та политическая нестабильность, которые обрушились, вот мы сейчас видим на каком-то документальном, каких-то документальных съемках, в каком-то монтажном кино, но литература этого почти не коснулась. Я тут перечитал про Пере, читал книгу Зебальта «Естественная история разрушений», и там она в большой мере, ее стартовое эссе посвящено тому, что ситуация чудовищных бомбардировок и разрушений Германии после Второй мировой войны в конце оказалась в значительной мере не прописанной, не проговоренной, не осмысленной и так далее, потому что общество просто набросило на это пелену молчания, и на это нельзя было не только говорить, на это нельзя было даже смотреть, там у него есть такой персонаж этого документального исследования, британский журналист немецкого происхождения, который приезжает в Германию исследовать общественную ситуацию, общественное строение, и оказывается в поезде, который едет мимо, вдоль огромных территорий разрушения, и он оказывается единственным человеком в поезде, который смотрит в окна, и поэтому соседи по поезду вычитают, что он настоящий немец, что он приедет. В этом смысле я вертя в голове этот удивительный образ, вдруг подумал, что мы ведь видели что-то похожее, вот эта ситуация массового обнищания, чудовищных региональных конфликтов, которая была практически не затронута. Да, то есть я, ну, серьезно, я знаю один роман, который как-нибудь подбирается к этому, это роман Юрифовича Журавлей Карли, Леонида Абрамовича Юрифовича, но эта неспособность литературы схватить текущий момент потому, что он с ним травматичный, она ведь, по сути, осталась таким наследием. И если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию литературную, мы увидим, что проза сегодня занимается чем угодно, кроме ухватывания трагических обстоятельств. Действительно, мы вроде бы как можем переживать, что пишется какая-то литература, которая не видит или пытается не видеть главные темы по разным причинам, ну, то есть, например, потому что это невозможно издать или это сопряжено с какими-то рисками или просто это настолько огромно, что непонятно, как за это ухватиться. А с другой стороны, да, я сейчас осознал, что практически не было литературы о 90-х из самих 90-х. То есть, это с нами такое не первый раз. Я, опять-таки, видите, у нас сегодня прекрасно подобран состав участников, которые не согласны друг с другом почти ни в чем. А это всегда создает божьем интерьерии. Первого канала до войны, да. И только взаимная любовь не дает нам с Александром Феликсовичем развернуться и вот это да-да-да, дать вот этого всего немножко шоу Андрея Малахова. Так вот, во-первых, совершенно несправедливо говорить о том, что 90-е годы не отрефлексированы в литературе. Мы довольно ловко вытеснили те книги, которые это все рефлексировали. У нас есть абсолютно блистательные книги Михаила Шишкина, фиксирующие, рефлексирующие 90-е. У нас есть прекрасный роман Золотухи «Свечка», который рассказывает об этой же эпохе. У нас есть книга абсолютно ныне забытого писателя Убкина «Крепость сомнения». У нас есть очень-очень много книг, которые все писались не в моменте. Они действительно писались с небольшим хронологическим сдвигом. Они писались уже, скажем так, во времена ранней путинской стабильности, точно так же, как и упомянутый Саше роман моего отца «Журавлей и карлики». Их было очень... Они абсолютно вымыты из общественного сознания сегодня, в частности, потому что тема 90-х у нас довольно быстро стала неловкой и неприятной. Кто-то биотифицирует этот период, кто-то напротив того его проклинает разными способами. С одной стороны в «БК», с другой стороны условная коллективная Маргарита Симоньяна. Они же и другие 90-е не любят. Но мне кажется, очень важно понимание того временного сдвига, который всегда отделяет переживаемые события от их рефлексии в литературе. Это абсолютная бриллиантовая норма. Ожидать, что современная русская литература, будь то условно военная, будь то условно антивоенная, породит сейчас какое-то осмысление происходящего, крайне наивно. Сейчас в лучшем случае могут писаться горестные эмигрантские мемуары, книги публицистики или напротив того книги, подобные книги Григория Кубатьяна «Дневник добровольца», которая недавно вышла. Это, кстати, довольно любопытный текст. Я не то, чтобы его всем рекомендую, но если хочется посмотреть на войну поближе, то это по-своему любопытно. Так вот, вот это сейчас ожидает, что проза начнет рефлексировать то, что мы сейчас переживаем, крайне оптимистично. Вот как раз, ну так сказать, последней большой модой, которую мы видели, да, бесконечно обсуждаемой, осмысляемой и так далее, была техника под названием автофиктор, да, когда какие-то события, чаще всего трагические в жизни самого автора превращались в такой не вполне документальный, хотя и тяготеющий документальный дневниковости повествование текстов. Скажи, пожалуйста, а разве вот именно эта техника не предназначена для, не знаю, переживаний, для описания тягот эмиграции, тягот неэмиграции, ужаса войны и так далее, и так далее. Я вижу какого-то типа дневниковые тексты изнастей Ивана Лимбаха, что вышло какое-то потрясающее книжное. Мне кажется, казалось бы, ведь эта техника как раз создана для реакции на быстрые приемы. Почему она-то нас не вытягивает никуда? А почему тебе кажется, что она нас туда не вытягивает? Она только тем и занята. Другое дело, что автофикшн, это в силу, как с чего начали, такое оно и есть. Автофикшн это история про себя. И вот уже упомянутая книга реально сражающегося на фронтах, прости господи, Григория Кубатьяна, книга «Дневник добровольца» это в некотором смысле автофикшн, автофикшн воюющего человека. Есть автофикшн людей, не воюющих, ненавидящих, горюющих, эмигрирующих. Автофикшн это всегда про себя. Автофикшн это в первую очередь авто. Это про индивидуальное, персональное переживание. Ты можешь написать про то, как мне плохо во время войны. Или вариант «Как мне круто во время войны». Ты не можешь написать про войну, отстранившись от нее. Точно так же мы это видели много раз. Много, достаточно раз. После Первой мировой войны великие романы о Первой мировой войне появляются во второй половине 20-х годов, причем сразу и в Германии, и в Англии, и во Франции, а в России не появляются, только потому, что после этого много всего плохого с нами случается. В некотором смысле Шолох собственно отчасти романы о Первой мировой войне тоже. но это тоже 25-й год, это тоже с большим гэпом. И я так полагаю, что у нас сейчас закончится отведенное нам время, и я хочу быстро в конце сказать, что сейчас появляются книги, в которых есть война. Художественная, выходящая в России, книги, в которых война присутствует. Она присутствует как элемент фона. Война есть в романе упомянутом Яны Вагнер «Тоннель». Действия происходят совершенно отчетливо во время войны. Эта война влияет на героев точно в той же степени, в которой она влияет на жизнь среднего москвича. Война есть в романе Шамиля Диатулина «Бояться поздно», в котором тоже действия происходят во время войны. И она влияет точно так же, как влияет на жизнь среднего казанца, не подлежащего мобилизации и не занимающего активную антивоенную позицию. Она появляется в романе, кстати, автофикциональном романе Марии Нырковой «Залив терпения», в котором тоже действия происходят очевидно, отчетливо во время войны. То есть пока что эта война предстает перед нами в виде элемента фона в жизни писателей, которые не воюют, не живут на оккупированных территориях, не сталкиваются с войной непосредственно. Что, собственно, и соответствует опыту большинства читателей, надо сказать. Большинство граждан так и живет сейчас. А люди, которые хотят поговорить о войне-войне, ищут для этого какие-то метафоры. И сегодня самые популярные метафоры для того, чтобы как-то осмыслить вот это с некоторой дистанции, это антиутопия, которых стало аномально много. Просто вот я весь прошлый год читаю новые русские антиутопии. Или это книги о маньяках, которые удивительным образом тоже становятся очень хорошей емкой метафорой. Это все романы о жертвах маньяка. Это история про то, что маньяк с его тонкой душевной организацией, с его детскими травмами вообще не важен, важны жертвы. И пройдет 10 лет. Те, кто сейчас оказался этой войной затронут гораздо сильнее, чем условные коллективные мы, вернутся с этой войны. Ее переосмыслят, вылечат в себе ПТСР хотя бы до некоторой степени, поймут, что же, собственно говоря, это было, и напишут романы, которые не будут ни провоенные, ни антивоенные. Они будут, ну, то есть они в конечном итоге будут все равно антивоенные, потому что они будут про ужасы войны. Но это требует времени. Я совершенно не согласна с позицией Александра Феликсовича, который полагает, что русская литература как-то там что-то боится, тупит и недорабатывает. Она живет ровно так, как положено жить литературе. Она осмысляет автофикционально в моменте, через себя, через свой индивидуальный опыт. Я любимый на фоне войны, я любимый бедный на фоне эмиграции, я классный, крутой на фронте, вот стою, смотрите. самую главную книгу вот в том жанре, который ты описываешь, книга, написанная человеком, прошедшим войну, которая становится антивоенной по факту того, что война ужас. Вот, как мне кажется, главную книгу о Чехенской войне такого типа написал молодой, еще совершенно не сформировавшийся писатель, публикующийся под псевдонимом Захар Пелеперек, книга называлась «Патолониями», и это было вот такое черное, кровавое мясо Чехенской войны. Эта книга как бы строчкой орала, война это чудовище, война это то, чего не может быть, война это то, что выворачивает человека наизнанку и губит в нем все, что делает его человек. Творческая эволюция, творческая эволюция этого автора убивает меня. Если есть у меня претензии к русской культуре и литературе, то они в том, что человек, имевший шанс на гуманистическую позицию, был развращен и подсоцент. Ну, слушайте, тут очень много всяких личных и общественных факторов. Я бы не стал как бы вот фокусироваться на узком коридоре. сфокусировалась, потому что, мне кажется, это очень важный сюжет, когда мы это наблюдаем во множестве других областей. Такое происходит очень многими авторами, я не хочу их перечислять, потому что это будет обидно для авторов и жестоко. Человек свою травму превращает в свою идентичность. Человек перестает существовать вне рамок собственной травмы. Травма войны Эль-Захара Прилепина изувечила, и он эту травму превратил в свою суперсибу, он на ней летит. Вот как в человеке есть какой-то встроенный реактор, он может быть разным. Захар Прилепин изнутри состоит из страшного, непроработанного, непризнанного ПТСР, который сначала породил вот этот роман Крик, самый антивоенный текст в русской постсоветской литературе, а потом привел его туда, куда привел. Я не вижу в этом никакого противоречия, мы знаем много примеров, и не обязательно эта травма военная. Мы знаем писателей, которые пишут изнутри свои травмы, потому что эта травма стала именем. Нам надо заканчивать. Единственное, что я хочу сказать, я теперь понял, почему война это отложенная тема для литературы, вернее так, она уже есть, но она еще будет, и она будет по-другому, и нет ничего страшного, что, ну не то, что нет ничего страшного в принципе в этом, но не является исключением или следствием внешнего давления или исключительно внешнего давления то обстоятельство, что прямо сейчас не публикуются какие-то романы, в центре которых собственно главные темы нашего времени. Но во что я вот не верю, то, что я не ожидаю по поводу нашей будущей литературы, опять же, основываясь на опыте и литературного осмысления Первой мировой войны, и литературного осмысления Второй мировой войны, причем с обеих сторон окопов, с разных позиций, это то, что есть шанс войти в Золотой фонд мировой литературы книгам, прославляющим войну. Вот этого, хотя я вижу такие надежды в некотором провоенном лагере, вот что сейчас мы вот такое напишем, славно, победительное, и вот это и будет новый литературный канон, нет, не будет. Вот чего точно не будет, это мы точно знаем по опыту мировой культуры, начиная с Илиады, между прочим, вот книг, прославляющих войну, мировое убийство, мировой золотой литературный фонд, они не попадут. Играет музыка, Продолжение следует...